Буду занят по своим делам. Смотрите, давайте я вам такую вещь расскажу. Хотите, я вам расскажу, как я начал понимать немецкие слова. И когда в жизни не учил немецкие, я начал понимать немецкие слова. Есть такой мюзикл, называется «Отверженные» по роману Виктора Дюго. Я знаю его наизусть. Я сейчас могу сесть и от начала до конца, как один сам с собой, репликами героев обмениваться. Я знаю его наизусть. Я посмотрел его, ну, может быть, раз в 30 точно. И один раз, я уже рассказывал эту историю, мне попалось на глаза, эта же постановка, этот же мюзикл, но на австрийском, немецком 1986 года. Я открыл, начинаю смотреть и испытываю очень интересные ощущения. Так как мой мозг помнит наизусть, где какая реплика, где что говорится, он начинает догадываться, что имеется в виду. И там есть такой момент, где священник поднимает с колен героя и говорит «Майн бруде Зиген Заген». Это уже понятно, что имеется в виду. Я окрестил тебя мой брат. И так оно дальше, даже числа становятся понятны. Я же знаю там код номерной. Его как преступника, главного героя, 246001. И вот он их выкрикивает. Я уже начинаю понимать, как звучат немецкие числа. То есть, если вы что-то знаете очень хорошо, очень классно это посмотреть на другом языке. Там жесткий фанат «Властелина колец», посмотрите его там на немецком, на японском. Если перевод хороший, то вы многое начнете понимать, что имеется в виду. Но так легче, конечно, со смежными языками. То есть, если мы будем смотреть на арабском, мы ни хуя не поймем. Вот я точно так же сейчас начинаю понимать испанский язык. Я его не учу, но так как я в испанской среде, то в Испании, то в Мексике, я уже понимаю, что мне говорят. Потому что лексика, она похожа. Вот, например, я смотрел выступление премьер-министра Италии. Забыл, как его зовут. Джорджины, по-моему. Мелани, что-то там такое. И вот она говорила о том, что вот, мировое правительство хочет нас сделать, идеальными потребителями. И она говорит, консуматорий перфекти. Ну, согласитесь, это нужно быть имбецилом. О, Белочка! Вот это хвостик пушистый. Ну, все, убежала. Да, это же нужно быть имбецилом, чтобы не понять, что консуматорий перфекти, да, это перфект консюмер. И так во всем, и так везде. То есть, близкие языки таким образом 100% можно учить, 1000%. Да? Вот, например, туши. Вот кто не знает, не говорите. Вы слышали в борьбе такое? Вот, туши. Кто слышал в борьбе? Он его бросил на туши. Что значит туши по-французски? Я когда догадался, я обосрался. Я это не прочитал нигде, я просто, я это понял, мне в голову залетело. Ну, и когда на две лопатки бросают. Туши – это французское прочтение слова «тач», то есть бросок до касания. Поняли? Тач читается вот как француз «туши». И все, и ты уже начинаешь понимать, как это строится, как вот эта фонетика языка, она идет, да? Допустим, не confirmation, а по-французски будет confirmation, да? И вот так вот чуть-чуть, 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 чуть-чуть начинаешь вникать, чем больше погружения. То есть по-хорошему нужно… Европейские языки, я уверен, много есть людей, которые прямо, я уверен, есть много людей, которые вообще вот всеми языками владеют. Западной Европы, ну, а английский – это вот первый, весь свой английский, не считая базы начальной школы, которые необходимы, я читаю. Я понял, сперва смотря UFC, без субтитров, без ничего, просто слушая пиздежи Джо Рогана, я начал понимать, что имеется в виду. Типа, когда миллион раз кто-то бьет локтем, а миллион раз кричит «элбоу», ты начинаешь понимать, что «элбоу» – это локоть, а потом ты понимаешь, почему «элбоу» – это еще и лук, потому что разогнутый локоть, локоть похож на, соответственно, древко лука, гнущиеся. А потом уже просто кино в оригинале с субтитрами. Вот комментарий. Одна сегодня училка по языковым курсам говорила, что у немцев нейронные связи выстрелы по-другому. В теории так или нет? Конечно. Чем больше вы языков знаете, тем больше в вас личностей. Это интересно наблюдать, как 10-летние дети переключаются на 4 языках. Вот мне это интересно просто, как можно, как ребенок, я помню, я своего племянника спрашивал, я у него говорю, слушай, как ты понимаешь, у него 8 или 9 лет было, я говорю, как ты понимаешь, какие слова к какому языку принадлежат. И он завис вот такой вот типа. Не знаю, я просто чувствую, что вот это слово, оно армянское, а это слово оно русское. Я никогда не путаюсь между ними. Да, 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 вот абсолютно правильно, так это и есть. Недавно начал смотреть ролики с Эндрю Тейтер, сначала с переводом, потом без тех же самых. И заметил, что хочется в разговоре с кем-нибудь что-то завернуть на английском окружении, и спросишь, почему стал изучать английский. Да, 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 с субтитрами, без субтитров, с английскими субтитрами, с русскими субтитрами, потом сленговые выражения, потом там фразеологизм, крылатые выражения, вот это все. И вот постепенно, постепенно ты залетаешь. То есть я считаю, что нужно искренне хотеть какой-то контент потребить на этом языке, и это все преграды пройдет. Я не понимаю, как люди учат язык, когда у них нет чего-то, что они хотят постичь. Вот Армен в свое время выучил японский на уровне там буквы, я забыл, в общем. Господа хорошие, вступайте в базу, нас 32 с половиной тысячи человек, а три недели назад у нас было всего ничего 12-14 тысяч. Тот хайп-трейн, который сейчас набирается, вы даже не представляете, что это такое. Какое количество известных медийных людей, селебрити, исполнителей, бизнесменов отметились ее чтением. Запрыгивайте сейчас, чтобы потом говорить, что вы были олдом, офицером до того, как стало мейнстримом. Добро пожаловать к нам!